Территория сказки на три дня от Центр культуры и творчества превратился в резиденцию персонажей детских фильмов. В регионе стартовал 17-й по счету кинофестиваль памяти Александра Роу. В этом году он посвящен памятной дате – 80-летию выхода на большие экраны игровой киносказки по щучьему велению. И несмотря на столь почтенный возраст, ленты не теряют актуальности и пользуются детворы большим успехом. Нравятся они не меньше ярких иностранных мультиков. А все потому, что герои на все времена. Все сказочные персонажи очень современные, поскольку живут в современном мире. И поэтому на моей сказочной редаче, на моей сказочной горнице даже Wi-Fi существует. И волшебное яблоко, по которому мы путешествуем. Apple, iPhone. Такой вот интересный. Потому что без яблочка мы никуда. Ни в сказке, ни в жизни. Режиссер-сказочник Роу родился в Юрьевце. Об этом маленьким зрителям расскажут организаторы. Впрочем, как и о стране, с которой связан род киносказочника Александра Роу, Ирландии. Ей посвящен целый день кинофестиваля. Школьникам покажут полнометражный ирландский мультик «Тайна Келф» режиссера Тома Мура. За свою жизнь Роу снял 16 сказок. В фестивале откроют фильм «Каще бессмертная» версия в цвете. Фильмы очень емкие по содержанию и эмоционально очень емкие. И вот отсутствие, точнее, очень малое количество спецэффектов делает эти фильмы еще более смотрибельными. Они запоминают один спецэффект, который был там в течение получаса, на гораздо дольший период, нежели чем это спецэффекты из сегодняшних фильмов, которые идут сплошняком. То есть сплошной поток, показ вот этих спецэффектов. Посмотреть сказки Роу в течение трех дней можно будет не только в Иванове, но и в Южи, Вичуге, Юре, в Цародниках и других городах края. В день закрытия организаторы подведут итоги конкурса рисунков детских персонажей. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.